Эй, здорово! Если сможем набрать 4000 лайков, то в следующем видеоролике 2 победителя по 2 миллиона монет. С вас лайк, обязательно подписка на канал и любой комментарий. Привет, друзья! С вами Влад Кабуса. И каждому из вас я обещал, что буду тестировать футбольные клубы каждую неделю по 1-2-3 клуба. Где-то так, приблизительно, мы будем понимать, какой футбольный клуб нам стоит собирать, с каким рейтингом будут игроки в этом футбольном клубе себя отлично проявлять. И стоит ли вообще собирать состав из футбольного клуба? Либо стоит все-таки взять и в разброс собирать состав, так как здесь не имеет никакого значения линк. Как, например, в большой FIFA, на Xbox, на PlayStation, на компьютере. Этот состав для сегодняшнего сравнения оценки мне приостановил мой подписчик. И за это я ему безумно благодарен. Я хотел бы его отблагодарить тем, что я оставлю в описании ссылочку на его канал. А давайте пока что начнем с представления этого состава. Ну, вы как понимаете, кто может быть на воротах, кроме как Торштегина. Хороший профессиональный голкипер, который умеет показывать, что он крут. Переходим к нашему нападению. В нападении без Леонеля Месси и без Луиза Суареза просто никуда, чтобы вам не соврать. Так как эти игроки очень квалифицированы и показывают тот футбол, который многие из вас любят. На позиции центрального атакующего полузащитника находится Каутиньо. Наши сегодняшние полузащиты. В общем, что хочу сказать. Этот состав выглядит аппетитно. А также у меня к вам вопрос. Какой клуб вы хотели бы, чтобы я следующий затестировал? Пишите об этом в комментариях. И чем больше под вашим комментарием наберется лайков, то следующий клуб я буду выбирать по вашим комментариям. А если кто-то из вас хочет предоставить мне свой состав для того, чтобы я его затестил, то пишите также в личных сообщениях ВКонтакте, либо в Инстаграме. Ссылки я оставлю в описании. Так, начинаем наш первый матч и постараемся забить как можно больше голов нашему сопернику. Месси. Кимих на подборе у него. Так, мы начинаем нашу самую первую атаку Леонель Месси. Кстати, у карточки Месси офигительная скорость. Мне очень нравится, как он двигается. Месси. Давайте обманочку вправо. Да, красиво. Снова мяч у Месси. Давай, Месси, Месси в правую сторону. Забиваем 3-0. Месси у мяча. Кстати, все моменты у Леонеля Месси. Красиво забивает, быстро двигается. Вот все, что нужно для отличного нападающего. Луис Суарес. 5-0. Абду в недоумении того, что происходит сейчас. Абду, если вы не понимаете, это ник нашего соперника. Забиваем 6-й гол. Иванушка. Давай, Ванюха. Бей, беги. На Леонеля Месси. Месси забивает. 8-0. Пау Линьо. На Луис Суареса. Суарес, давай. Ну, че ж такое? Че ж такое случилось только что? Абду, да все красиво. Зайти. Иванушка на Леонеля Месси. Ой, не туда пробивай, не туда. Давай, давай, Месси. Вау. 9-0. Луис Суарес. С помощью Радуги обошли. И забили 10-й гол. Отличный момент. Давай, 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 Месси. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Не хватает нам. Я сейчас в поиске второго своего соперника. И хочу разорвать его так же само, как и было с первым соперником. У нас рейтинг 99. И у нашего соперника рейтинг 96. Yes. Составчик у него неплох. Луис Суарес. Кстати, Луис Суарес также неплох в этой игре. Забивает первый гол. Отличный момент. На Месси. И Месси после ворота. Голкипор, ну когда же ты научишься не выходить в таких моментах? Сумели обойти 5-ти на финте. И думают, что сумеем забить третий гол. Да, 3-1. Суарес. Бабахнем. Да, 4-2. Поу-линию. Передача на Луис Суареса теперь происходит. И забиваем пятый гол. 5-2. Иванушка. Ох, сбивают нас как. Беспощадно. Ну-ка давай, поу-линию тебя проверим. Да, забивает. Верхний угол. Иванушка. 7-3. И Луис Суарес. На технике. Пяти не мешай мне. Забиваем восьмой гол. Че это такое, Бодуш? А ну-ка, Месси. Давай так, давай, давай, давай. В нижний угол. 9-4. Вот самый высокий, 94. То, что мне попался. Придется играть против него. Я уже не знаю. Я столько выбираю. Сижу, сижу. Никак не могу найти достойного соперника, против которого я могу завершить уже третий матч, чтобы серьезный был соперник. Чтобы интересно было играть. А то, когда такие рейтинги выпадают, даже не чувствуешь кайфа от этого. Ну ладно, багаж вставать и завершим уже третий матч на этом сопернике. Потому что, ну и вправду, я уже устал. Забиваем второй гол. Такая сильная плетка у Лионеля Месси. Давай, давай. Луизик. Иван на Суареза. Суарез. Все как нужно. Все как учили в Академии, так и у нас в Однополе. Проявляет себя Луис Суарез. Ну а Месси. Месси. Волшебник. С другой планеты. Хотя у нас, кстати, волшебник уже есть. У него такой талант, блин, о котором мечтает каждый. Я бы очень хотел бы, чтобы были у меня такие навыки, как у Лионеля Месси. Чтобы я мог так бегать, так играть, так чувствовать поле, так чувствовать мяч. Ловким быть. Но, к сожалению, каждый из нас наделен своим талантом. Ой, позиция некомфортная. Давайте выбьем. Месси. Забивает 10-й гол. Если будет еще шанс, еще один хотя бы гол и сумеем забить. Позиция, конечно, не особо такая кайфовая. Давайте с помощью Ивана попытаемся обойти всех и сейчас забить. Да, 11-й гол. Так и есть завершающий матч со счетом 11-6. Итак, друзья, теперь мы переходим с вами к выводу о составе Барселона. Все те игроки, которые находятся в этом клубе, они достойные игроки. Они показывают себя только с лучших сторон. Может быть, конечно, у них рейтинг был более высокий, нежели чем у наших соперников. Но все же эти игроки себя проявили достойно. Я чувствовал то, что они бодрые, ловкие. То, что готовы исполнять все финты, которые я им прикажу. Они бах-бах-бах и уже сделали их. И в тот момент, когда некоторыми составами я играл, некоторыми игроками я играл. И понимал то, что не хватает чуть-чуть ловкости, там что-то не так, чтобы запорол момент. Либо что-то еще. Знаете, думая, что ты запорол момент. Но на самом деле запорол момент именно тот игрок, который у тебя в составе. Так как он не выполнил то действие, которое ты хотел бы так быстро, как тебе нужно в этот момент. В этом составе все ребята, которые принимали участие в нападении, они ловкие, быстрые, хорошо исполняют. Все возможные моменты свои. Да и вообще, мне понравилась эта команда в действии. Я скажу так, я не фанат клуба Барселоны, но играть за эту команду мне понравилось. Так что, друзья, напишите в комментариях, что вы считаете по поводу этого футбольного клуба. Какой следующий вы хотели бы видеть в моем выпуске. Да и вообще, подпишитесь на мой канал, поставьте здесь огромные лайки. С вами был Хайз, ваш Влад Капуста. И до скорых встреч. Всем пока!